Первое. Руководство организует встречу со всеми вами и четко понимает, кого они устраивают на сушилку, кого они устраивают на свинокомплекс, и четко понимает, кого переобучают и так далее, и сколько людей остается без работы. Четко понимает. Мне кажется, это сделать очень быстро, для этого достаточно несколько дней. Это неделя следующая. Совершенно точно можно здесь провести работу не так много. Три недели назад, или две недели назад был Шорохов, министр сельского хозяйства в районе. И очень как бы подробно, с таким пафосом нам всем доказывал, что наши программы сельскохозяйственные у министерства сельского хозяйства прекрасные, кадровый центр лучше в России, программы кооперации идеальные, и там начиная с Идринского района просто являются эталонными для всей страны. Так вот, я считаю, что когда мы поймем до конца следующей недели, например, что у нас высвобождается такое количество людей, остается без работы, так вот и министерство сельского хозяйства, где должно поприсутствовать, и поприсутствует министерство социальной защиты, для того, чтобы ответить на вопрос, а куда люди пойдут, и как будут трудоустроены, кого можно переобучить, кого можно пристроить по социальному контракту, человек готов так работать, кто может, или достаточно людей, чтобы вступить в эту краевую кооперацию по молоку, и получить этих коров хороших. Не тех коров, которые молока не добьешься, а по кооперации дают нормальных коров, но не все тоже на это соглашаются, не каждый готов, и не каждый сельский совет готов набрать то количество людей, куда кооператор приедет и молоко это будет собирать. Это будет тоже сложный разговор, это не произойдет так, что приедет волшебник Шорохов, условно, или его заместитель, и раздаст всем работу, нет, это тоже будет сложный процесс, но все равно это нужно делать вот такими следующими шагами. То, что людей нельзя оставить без защиты, без внимания, это 100%, это нужно делать. А по поводу домов, сухожных, что как? Ну, то есть та же ситуация, как и... А я говорил о том, что эта недвижимость, в принципе, не нужна Сибагра, правильно? Вот, и мы ее будем передавать людям, которые будут там жить или живут, понимаете? Безвозмездно, да? Безвозмездно, мы это дадим жильем. Я могу приватизировать. А форму, собственно, приватизация, если это было в госсобственности, здесь вы просто можете получить бесплатно. Я не знаю, какой механизм вы примените. Ну, я тоже не знаю, там юристы занимаются, я не юрист. Ну, то есть люди бесплатно получат из собственности, от собственника это жилье. На совещании, да, прозвучала эта мысль, и, в принципе, ее поддержали, что вот этот вот весь шлейф там недвижимости, он просто на балансе болтается. Ну, а оно будет как-то бумажно закреплено? Конечно, конечно. Сейчас оно числится там, ну, частью, как недострой, например. Не знаю, какая ситуация конкретно у вас. Возьмите на контроль, вы руководите на территории, потому что должно прозвучать четко, и люди должны понимать, что с этим вопросом они могут к вам обратиться, и позиция не изменится, а жилье будет передаваться. Правильно? Да, да. Хорошо.